Итак, мы повторяем вопрос о степени экологизации Петербургского международного форума 2017. Спасибо большое за внимание к вопросам экологии и именно увязки с экономическим форумом. Я думаю, что сейчас это такая тенденция, или как сейчас модно говорить, глобальный тренд увязки экологии и экономики, поскольку мы понимаем, что дальнейший экономический рост и развитие невозможно без учета экологии. То есть это уже факт конкуренции глобального. И в этом плане, я думаю, что очень интересно само название этой сессии, именно роль России в глобальном экологическом тренде. Здесь есть над чем гордиться, с одной стороны, и есть над чем работать, и в том числе и взаимодействовать с нашими зарубежными партнерами. В этом плане, на мой взгляд, с этой сессией вопроса экологии на Петербургском экономическом форуме не ограничивается, поскольку я с интересом прочитал, например, что в обсуждении финансов вопросов сейчас, также обсуждается тема зеленых облигаций, зеленое финансирование, финансирование проектов в области экологии, в том числе и в области обращения с отходами, так и экологизации производства. И в этом ключе, конечно же, экология в международном контексте интересна тем, что это вопросы, которые имеют трансграничный характер. И несмотря на такую непростую внешнеполитическую парадигму, взаимодействие по охране природы, оно носит более долгосрочный характер. И они, я бы сказал так, они не всегда носят политическую краску. Вопросы охраны природы, они не картины, они общие для всех. И в этом контексте с удовольствием отметил бы, что в сфере экологии мы взаимодействуем со всеми, подчеркнуто, со всеми ведущими странами, с тейк-фолдерами, как сейчас трудно говорить. И здесь не просто идут дискуссии, что уже тоже немаловажно, но идет именно поработка совместных проектов, совместных программ участия в экологических проектах, которые направлены на то, чтобы улучшить окружающую среду для населения России, для граждан, для улучшения от своего состояния природы человечной цели. Мы же в непростое время. Сейчас вчера буквально, или на днях, Москва объявила об открытии в августе межгородской международной климатической конференции. И в то же время, значит, президент Трамп сделал заявление о выходе из Парижского соглашения. То есть мы понимаем, что есть некое такое корпускулярное движение в разные стороны. Вот какую судьбу к климатическому соглашению и возможности, скажем, получения России тех самых климатических денег за сокращение выброса углерода? Ну, какие перспективы? Наверное, разобил Ваш вопрос на составные части. Первое. Да, мы знаем о том, что нынешняя администрация США так вот, занимая своеобразную позицию по вопросам климата. Но здесь я хотел бы сказать следующее. На мой взгляд, необходимо однозначно доводить до широких кругов, включая те, кто принимает решения, те, кто участвует в процессе. Элементарная вещь. Есть разница между погодой и климатом. Когда мы говорим о погоде, мы говорим о погоде, которая в течение дня может меняться за, не знаю, несколько раз. Когда мы говорим о климате, в вопросе изменения измерения 100 лет, что будет через 100 лет с нынешними политиками, это большой вопрос. Поэтому здесь, в общем-то, политика может быть приходящей, а вопросы природы, климата, они более долгосрочные, тем текущие политики, политические решения и т.д. Поэтому общий тренд заложен, и независимо от того, кто там отдельные участники будет, не будет, действие в этом направлении продолжается. Почему? Потому что человечество понимает, что изменения климата происходят. Независимо от того, что могут быть дискуссии, насколько это естественный, насколько это антропогенный фактор, это я оставляю на рассуждение ученых. Главное, мы видим и чувствуем, и, к сожалению, иногда это не всегда в таких продолженных канарах, наверное, недавний ураган в Москве показывает. Это один из факторов того, что мы наблюдаем увеличение количества психийных бездельных. И частоту, и мощь. Это наводнение, засуху, и прочь. Значит, нам нужно разрабатывать такие модели, которые бы позволяли адаптироваться к изменению климата. Опять-таки, не дискультируя его причинами. И вот еще крайний вопрос. Алексей Леонидович Кудрин в разговоре с Экоградом отметил, что экология и экономика – это все-таки несовместимые вещи. Он сравнил экологию для экономики как вериги, которые сдерживают развитие. И за текущие 5 или 6 лет он практически не поменял свои точки зрения. Скажите, вот год экологии, с вашей точки зрения, может все-таки приблизить экологию и экономику? И вот увидим ли мы это на сегодняшнем форуме? Ну, во-первых, конечно же, у меня сложность спорить в области экономики с таким авторитетом, как Алексей Леонидович Кудрин. Ну, я с моей небольшой позиции выскажу свою точку зрения, которую, может быть, не всегда спорят. Дело в том, что можно рассматривать экологию, экологию именно так, как фактор, который воздействует на нас, именно как состояние окружающей среды. Но можно рассматривать и в другом контексте. Это необходимость развития новых технологий. Это значит продвижение нового технологического уровня. То, что сейчас модно говорить, четвертая промышленная революция и прочее. Шестой научный промышленный. Да, это вот то, что сейчас еще модное понимание LBX технологий, да, это внедрение. То есть можно рассматривать экологизацию экономики как конкуренцию технологий. Тех технологий, которые сейчас внедряются. И вот когда о вопросе полиции Трампа вы говорили, мы же еще и видим то, что американский бизнес обложил миллиарды как раз-таки в новые технологии. Это солнечные микроорганизации. Ну, элементарный пример, по данным Всемирной торговой организации, Китай, например, ежегодно сейчас экспортирует анели только для солнечных батарей 22-24 миллиарда долларов ежегодно. И мы видим, как вот эти вот новые технологические тренды, они в принципе, они именно более экологичны, более строятся с учетом именно изменения климата. Так называемая низкоглеродная, траектория низкоглеродного развития. Поэтому давайте рассматривать еще и как фактор конкуренции и еще и, я считаю, что большой потенциал для наших российских мозгов, у нас, слава богу, их достаточно для того, чтобы вот эти вот надумки, наработки в технологических отраслях продвигать и таким образом продвигать и экономику. Потому что это новая технология, это означает, извините, новые возможности для экономического и технологического роста. Скажите, вот самый-самый крайний вопрос. Сейчас все мы говорим о раздельном сборе мусора, отходов, соответственно, мы говорим о твердобрутовых отходах. И практически мы не упоминаем жидкие бытовые отходы и вообще жидкие отходы. Это вопрос компаниейщины или действительно вот жидкие бытовые и иные отходы представляют меньше опасность, чем твердобрутовые? Нет, мы почему ведь и предложили регионам составить именно комплексные схемы управления и обращения с отходами, А поскольку мы имеем в виду не какой-то конкретный вид, а именно наличие всех составляющих отходов, которые необходимо будет по-новому использовать, так и здесь руководство есть, конечно же, в принципе то, что уже международный практик есть, триар, на английском позволе, то есть это reviews, сокращение образования, reuse, повторное использование и recycle, переработка. И то, что сейчас начали очень модно говорить о так называемой экономике зарплатного цикла, или циклической, циркулярной экономике, ну в английском это circular economy, именно подразумевая повышение ресурса эффективности, более эффективное использование имеющихся природных ресурсов. Потому что по подсчетам ученых, если мы продолжим использовать имеющийся на Земле ресурсный потенциал с сегодняшними темпами, то к 2050 году мы увидим просто... В 2050 году? В 2050 году, да. Увидим просто-напросто масштабное истощение повышенных ресурсов, которое в принципе невозможно было...